Ну вот у меня немножечко сложный вопрос, но я объясню свое понимание. Если вы с ним не согласны, то, ну, Вадик подсказывает ваши проблемы. Первое послание Тимофея, первая глава. Здесь есть такое выражение. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы и имей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Ну и еще одно место известное, это первое послание Коринфянам, пятая глава. Там за определенный блуд апостол Павел, не находясь вместе в этой церкви физически, он говорит, что он предал его сатане, делающей такое дело. Я понимаю, молодежь, что выражение «предал сатане» здесь имеется в виду та мысль о том, что вот церковь Божия, она, без сомнения, на ней есть определенная защита. И когда молодежь в церкви, когда мы являемся членом церкви, то мы находимся под Божьей охраной, под сильнейшей Божьей охраной. Мы даже представить себе не можем, как духи зла господствуют в этом мире, потому что нас охраняет Христос. Из каких соображений я так вижу, что апостол Павел, когда говорит, что предал сатане, то есть он вывел из этой охраны их, и это решает церковь. Ну, допустим, первое послание Коринфянам в 11 главе говорится так. «Не внутренних ли вы судите? Внешних судит Бог». То есть церкви дано право судить поступки верующих. Следующее, ну, почему мне так видится здесь эта мысль, когда Бог создавал этот мир, он его создавал безгрешным, но дьявол сделал там свое дело. И теперь Бог уже, как сказать, в нынешней ситуации, Он создает церковь, в которой дьяволу места нет. И поэтому, когда апостол Павел говорит, предал сатане, то есть он вывел из числа, из-под охраны Божьей, предался под сатане. Ну, в Тимофее тут конкретно написано, чтобы они научились не богохульствовать. То есть мысль та, чтобы они поняли, что если я начинаю критиковать, кстати, богохульство здесь не имеется не просто в адрес Бога, а в адрес делателей, служителей Божьих. Ну, то есть тот, кто занимается Божьим делом на земле, то есть они их критиковали и всячески злословили именно людей. И он вывел их из церковной охраны, чтобы они научились. И в Коринфянам там тоже та мысль о том, чтобы Дух был спасен. То есть молодежь, цель отлучения в наших церквах, цель, так скажем, предания сатане, как это звучало в те времена, все-таки была высшая, чтобы человек или Дух человека, он был спасен.